Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Кузнецов Павел Андреевич, я заведующий консультативным диагностическим отделением для беременных перинатального центра ГКБ-24. И сегодня хотел бы с вами поговорить про третью неделю беременности, то есть про тот момент, когда вы только про эту беременность свою узнали. Итак, с чего, как правило, женщина заподозрит, что она может быть беременна? Как правило, первая мысль такая возникает, когда у женщины происходит задержка менструации, то есть в положенный день, в тот день, когда женщина ждет менструации, менструация не приходит. О чем это может говорить? О том, что в середине этого цикла произошло оплодотворение, после этого оплодотворения через 7-8 дней плодное яйцо внедрило в стенку матки и началась беременность. В такой ситуации гормоны, которые вырабатывает уже эмбрион, не дают произойти менструации и продолжат дальше беременность развиваться уже без кровянистых выделений, без регулярных отхождений внутреннего слоя матки. Итак, менструация не пришла, и как можно подтвердить, есть беременность или нет? Может быть, это связано с какими-то другими причинами, потому что нарушения менструального цикла могут быть по многим разным причинам. Итак, конечно, женщина пойдет, купит в аптеке тест. Все знают, что есть огромное количество тестов с хорошей достаточно чувствительностью, которые с очень высокой долей вероятности покажут на то, есть беременность или нет. На что направлен этот тест? Этот тест определяет в крови гормон, ХГЧ так называемый, который вырабатывается собственно плодным яйцом, наружная оболочка плодного яйца. То есть, пока беременности в организме нет, пока нет плодного яйца, который прикрепил стенки матки, этого гормона в организме женщины нет в принципе. И поэтому его появление в моче, даже в очень небольшом количестве, достаточно для того, чтобы подтвердить факт наличия беременности. Соответственно, если тест положительный, то следующим этапом женщина должна сделать что? Конечно, пойти к врачу. И врач четко определит дату проведения ультразвукового исследования. Потому что если женщина сразу же побежит делать ультразвуковое исследование в первый же день задержки, для того, чтобы подтвердить, есть у нее беременность или нет, то это, как правило, придет к тому, что на УЗИ ничего не найдут. Плодный существо слишком маленькое, чтобы его увидеть. И это добавит дополнительной нервозности для пациентки. Она будет волноваться, есть беременность, нет беременности. Кроме того, ультразвук на ранних сроках беременности делается еще и для того, чтобы не только подтвердить срок беременности, наличие ее и срок, но и чтобы уточнить, что беременность развивается именно в матке, потому что есть такая серьезная патология, как внематочная беременность, которая чревата достаточно серьезными осложнениями. И это надо обязательно исключить. Когда у вас 2-3 дня задержки, это исключить еще совершенно невозможно. Поэтому на своей третьей неделе беременности ультразвук делать пока еще не нужно. Врач четко вам определит дату. Как правило, это надо делать, когда задержки хотя бы 7-10 дней. Тогда уже есть шанс увидеть плодное яйцо, четко определить, где оно располагается, в матке или в нематке. А иногда уже на следующей неделе беременности можно будет увидеть даже уже эмбриончик. Но на первой неделе с момента задержки, на третьей неделе еще делать ультразвуковое исследование не нужно. Что может при этом происходить с вашим состоянием? Какие изменения вы можете почувствовать? Может начать проявляться токсикоз. Он может начать проявляться практически сразу же с самого начала беременности, хотя, как правило, все-таки он возникает позже. Могут появляться различные психоэмоциональные сдвиги, появляться у женщины какие-то странные потребности в плане пищевых, в плане отвращений к каким-то неожиданным запахам, которые до этого никаким образом женщине не мешали жить. И вот эти изменения женщина, как правило, очень четко сама замечает, что что-то не так. Иногда у нее начинается какая-то неожиданная раздражительность, иногда, наоборот, плаксивость, иногда какая-то слабость и сонливость. Все эти изменения являются проявлениями такого физиологического раннего токсикоза беременности, который является одним из симптомов беременности, одним из ее проявлений. Пугаться этого не надо, это совершенно естественно на ранних сроках беременности. Все это впоследствии пройдет, когда стабилизируется гормональный фон. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин